так снова всем привет друзья с вами канал game over сегодняшнем обзоре мы будем знакомиться с педалью собот вот так выглядит педаль neo vintage sound продукт что-то мне кажется подсказывает судя по иероглифам и рисунку здесь то ли самурай то ли гейша с мечом чертю пойми короче тут какая-то занят какой-то замес иероглифы повсюду и выглядит так как будто бы это что-то такое типа бутиковая но не винтажная винтаж бы я точно знал а вот вот скорее бутиковая такое либо кастомовая хрен его знает короче для меня эта фирма новинка на самом деле информации по этой педали я тоже дохрена не нашел особенно на российских ресурсах я увидел только одну статью на гитарплеере чувак купил и описывал то педали ну как бы описание это все херня надо слушать естественно сегодня мы с вами этим делом и займемся давайте мы так ее изучим внешне корпус здоровый лошадиный алюминька ну да и по-моему алюминий не силами на алюминий кнопочка включения выключения эффекта педаль оснащена батарейка но она у нас под крышкой 4 винтика откручиваем и спокойненько меняем батарейку питание у нас 9 вольт 100 миллиампер он ли так но я думаю что 100 миллиампер естественно не жрет на минимальный блок который надо бы не ставить плюсик снаружи вход-выход и 4 крутилки у нас громкость вот она потом драйв он же гейнда наша любимая ручка и сдвоенный эквалайзер то есть тон разделенный на трэбл и бас послушаем как все это дело работает как все это звучит меня самому на самом деле интересно погнали а начинаем прослушивать нашу педальку педаль у нас на 4 не педаль гитара у нас пол ридсмит стандарт 22 коммутация humbleb cables все это дело заведено в педаль питается она у нас сегодня от батарейки поскольку я сегодня хочу поиспользовать не процессор а вот эту мою ламповую башку то я специально батареечку чтобы меньше шумов был у меня сеть вообще поганая в доме вот поэтому башка так немножечко гудит ну хрен с ней и потом с башки в маленький лоутбокс из лоутбокса уже процессор процессоре чисто кабинет висит больше ни хрена нету никаких обработок вот куда без них деваться иди отсюда так все настройки вы будете видеть с вон той камеры сначала естественно все ручки в центр поставим ну и будем слушать вот так звучит клин канал усилителя ну что ж меня самому интересно поэтому давайте врубать и слушать что из этого получится сразу понятно что у нас довольно таки не кислый запас по гейну будет как мне кажется и как по мне звук такой немножечко до фузящий прошу прощения но интересно например мне кажется такой звук хорошо бы подошел вот если вспомнить начало двухтысячных какую-нибудь альтернативку там поиграть вот прям для чесовых аккордов мне кажется прям вот прям самое оно давайте я немножечко поддам уровень на усилитель может быть еще сильнее будет вообще попробую песню свою старую играется очень легко вот прям вообще но на ура особо даже как соплями попилки так ужасно какое-то выражение давайте драйв приберем посмотрим на минималках что он дает ну нормально такой кранч скажем так так до этого мы слушали на середине ну давайте мы ну хрен уж че сразу на все ну 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 а ну 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 Слушайте, ну что удивительно, при таком количестве гейна, да, и один хрен дефиниция, вот этот. Звук такой, как бы, сам себе запердывающийся, то есть, у него есть вот такой фузовый элемент, скажем так, звука, но при этом, как бы, он читается. Вот есть, кстати, по ощущениям, вот играешь, и такое ощущение, как будто он надувается сначала изнутри, как-то так вот, да, там дичайшая компрессия, я ее чувствую очень хорошо. Интересно, интересно на самом деле, ну, и звучит при этом, как бы, все разборчиво. Мне кажется, вот даже круто было бы, ну, если ты один гитарист в группе, да, и вот одному такой, какой-то там, не супер какой-то стиль, там. Типа такой херни, то есть, как бы, не проканает, а если ты вот такой. То есть, такого рода партии, то, мне кажется, ты вообще там прям, прям, там, столпом будешь стоять в массиве звука. Два гитариста на таком звуке, это уже, конечно, будет перебор. Так, гей наставит чуть больше половиночки, давайте разберемся с эквалайзером. Требл, то есть, они же, якобы, высокие, да, послушаем. Ну, я бы даже сказал, что это не высокие, ну, давайте на всю сразу. Я приберу. Я бы сказал, что это не высокие, это что-то, где-то высокая середина, скорее даже. Где-то, что-то там гуляет в районе килогерца, как будто прибавляет и убирает, да? Давайте послушаем так отдельно. Ну, на слух, да, где-то вот в районе, там, от 600 до 2000 где-то так что-то поднимается и опускается. Это, как бы, немножко не требл. Требл я привык, что это где-то от трех, от трех до пяти, где-то так. Ну, может быть, от двух до четырех, где-то так. Короче, ладно. С этими понятно, оставим. Да посередине нормально было. Низы. Навалю опять громкости. Это надо гейм прибрать, да, и что-то получится. Все. Не помню, как она играется. Так, понятно, это прям отрез низких. Отрез. А ну-ка, так. А тут они надулись. То есть что? Как будто вот этот вот low shelf. Опустили и подняли. Опустили и подняли. Причем подняли где-то от 200 сразу наверх. Ну, вернее, все, что ниже 200 поднимается и опускается. Где-то так, на слух. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте навалим гейна. Кстати, я думаю, эта педалька очень круто зайдет тем, кто любит там переменным штрихом всякие штуки навалить. Я в переменном штрихе вообще нуб. Ну, так, стараюсь показать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть вот, насколько я не умею вот эти штуки делать, как бы, и, ну, сейчас пример тому тоже был, но все равно я чувствую, что она помогает это делать. То есть гораздо легче вот это, чтобы монолитом все это дело шло. Вот, наверное, из-за вот этой дикой компрессии и хорошим таким гейном. Так что, я думаю, такая примочка прям очень-очень хорошо зайдет тем, кто любит вот это валить а-ля там Петручи, да, такие штуковины. Итак, друзья, хорошо, послушали педаль. Я, как бы, больше не знаю даже, что тут крутить. Все, тут все на панели, никаких там секретных подводных ручек у нее нету. Прикольно. Интересная педаль. В некоторых стилях хороша. Вот для металла, чистого такого металла, который вот в классическом, да, понятии там, хэви, трэш, там все такое, вот, металкор. И она не прокатит, естественно, она прокатит для других более чуть-чуть погрязнее стилей. Может быть, какая-то альтернатива там, вот, а-ля там Папа Роич. Вообще, мне кажется, суперски должно зайти все это дело. Интересная педаль. У него, по-моему, вот, блин, насчет цены опять не это, не узнал. Но, блин, нет, я все-таки не буду говорить цену. Я, правда, не помню. Я просто увидел как-то статью одну на гитар-плеере, но она просто какого-то другого, там, ну, уже лет пять точно назад. Там чувак, по-моему, ее за шесть тысяч купил. Если она сейчас стоит таких денег, ну, в принципе, я считаю, что клево, нормально. Хорошая педаль, она интересная, то есть она такая... Я так, я говорю, я ни разу таких педалей вообще не видел. Я даже не знал про существование такой фирмы. А тут так вот она выглядит, знаете, как будто бы какая-то такая бутиковая, кастомовая, все дела. Так что, мои выводы, я считаю, что прям вот четыре с плюсом из пяти, из моих вот потребностей... Да ладно, что там четыре с плюсом? Вот из потребностей в плане педали дисторшна, я считаю, вот в таком стиле прям можно и пять, и пять. Пять из пяти ставить и спокойно, и легко. Так что, вот такая педаль, вот такой обзор. С вами был канал Game Over. Также, друзья, магазин Skif Music проводит конкурс. Сейчас призом его является акустическая гитара Fender. Так что, переходите в описание, там будет ссылка на конкурс, там будут все условия. Проходите, участвуйте, обязательно выиграйте.